Здравствуйте! Это программа «Город С» и Елена Черневская. В декабре театр Самарской площади отметил свой юбилей. Любимому учреждению культуры горожан исполнилось 35 лет. Вот если обратиться к истории, то театр был создан как экспериментальный. В 1987 году позже получил статус муниципального. В 1993 году город выделил Самарской площади историческое здание на улице Садовой. После длительной реконструкции театр въехал в новый дом. Это произошло в октябре 2007 года. И традиционно Самарская площадь встречает юбилей новой премьеры. Спектакль «Шут Балакирев» по мотивам пьесы Григория Горина. Он режиссер Евгений Борисович Дробышев. Спектакль приурочен к 35-летию театра и 350-летию со дня рождения великого российского императора Петра I. Вот как прошла премьера и что нового сейчас в театре, я говорю с моими гостями в студии. Наталья Носова, заслуженная артистка Самарской области, директор и актриса театра Самарской площади. И Геннадий Муштаков, народный артист республики Башкортостан, актер театра Самарской площади. Здравствуйте, уважаемые гости! Здравствуйте! Я очень рада приветствовать вас в этой студии. Разрешите поздравить вас с Новым годом, с Рождеством. Ну и вы знаете, 35 лет, я недаром вспомнила главные вехи развития театра. Наталья Юрьевна, скажите, пожалуйста, а что для вас вот эта дата – 35 лет? Для меня это жизнь моя, поскольку я стояла у самых истоков вместе с основателем нашего театра Евгением Борисовичем Дробышевым. И недаром у нас написано на сайте, это действительно так, что по истории нашего театра можно смотреть историю нашей страны с 1987 года. Да, все мы помним, что это была перестройка, гласность. Это были эксперименты, в том числе и в 1987 году был театральный эксперимент, когда было разрешено открывать театры. То есть театрам открываться сами по своей инициативе. То есть если раньше театры открывались только сверху, Министерством культуры, управлениями культуры, то в 1987 году вот начался такой эксперимент, когда можно было снизу по инициативе какого-то режиссера, какой-то группы актеров открывать профессиональные театры. Но началось все тогда именно с театров-студий. И вот тогда выпускник училища культуры Евгений Дробышев и собрал экспериментальный молодежный театр-студий «Самарская площадь», который базировался на базе Дома молодежи при ОК в ЛКСМ. Вот так вот был первый наш статус. И уже потом мы организационно-правовой формы меняли разные, если посмотреть на нашу историю. И некоторые были даже очень забавны. Мы даже одно время были творческим подразделением шоу «Лизион» и «Грекио». И получали свою зарплату в Москве. Был у нас и такой период, когда Дом молодежи продали, когда все творческие коллективы и наш театр в том числе выпроводили на улицу. Вот тогда и появился Юрий Захарович Млокянцев в нашей жизни, который сделал нас таким творческим подразделением. Он, по сути, спас театр от гибели, да, от гибели в прямом смысле. Где-то года два мы так просуществовали. Потом уже появилось в нашей жизни приглашение в муниципалитет. Сколько бы статусов ни прошло, времени, испытаний, сложностей, выдержали, выстояли. И не просто выдержали, выстояли. Мы не просто выдержали, выстояли. А чем я горжусь, это тем, что наш театр стал стабильным, репертуарным театром, домом, со своими традициями, со своей стабильной труппой. Труппой, о которой в последнее время действительно говорят, что труп очень сильный, ансамбль актерский очень сильный, с любовью собранный и воспитанный Евгением Борисовичем Дробышевым. То есть и тому подтверждение, серьезные награды на международных российских театральных фестивалях. И, самое главное, аншлаги, потому что зритель голосует ногами. Ну и, кстати, сегодня один из, как вы сказали, я процитирую вас, Наталья Юрьевна, сильных актеров пришел сегодня к нам в студию. Это Евгений Андреевич Муштаков. Вы народный артист Республики Башкортостан. Скажите, а сколько вы служите в этом театре? И что для вас эта дата? Ну, я подключился к жизни театра тогда, когда уже вот эти все страсти-мордасти были позади. Да, я уже приехал тогда, когда театр имел свой дом, свою площадку, репертуар. На все готовенькое. Да, на все готовенькое приехал. Да, это было 13 лет тому назад. Поскольку я учился на Волге, то меня и вот потянуло на Волгу. Я учился в Саратове, тут рядышком. И как-то мы с Евгением Борисовичем, мы приехали сюда на гастроли с одним названием. И он пришел посмотреть «Принцессу Туранду» нашу. И как-то мы с ним нашли общий язык. Как-то мы с ним сговорились. Как-то мы с ним вот поняли друг друга. И мне как-то захотелось переехать. Но я приехал, как же еще раз говорю, тогда, когда у театра было уже все. Своя площадка, свое здание, свой достаточно большой наработанный репертуар. И уже труппа стабильная. Ну, правда, нет, при мне пришло очень много ребят. Ну, вы сказали, 13 лет вы работаете, да? Да, 13-й год пошел, вот сейчас 13-й сезон. 13-й сезон. Ну, ведь согласитесь, это тоже немалый период. Что за это время для вас произошло важного в театре, в вашем становлении, в дальнейшем, как актера? Много что произошло. Потому что я не могу так сказать. Нет, какие-то, может быть, мелкие обиды есть актерские, но они мелкие. А в основном я получил такие роли. Я считаю, что сыграть такого персонажа, как Ахов, не все коту Масленицу. То есть сыграть Фирса в Вишневом саде. Ну, то есть я никак не обдеваю. Для меня очень важно то, что я из больших театральных площадок перешел на маленькую театр, небольшую театральную площадку. Для меня это был, с одной стороны, болезненный переход, но с другой стороны, очень полезный. Потому что невольно на больших площадках нарабатывается большое количество штампов. Обрастает актер штампами. Но потом он кричит, ему надо все время форсировать что-то, чтобы, так сказать, его слышали. Чтобы его... И здесь я вдруг окунулся в атмосферу такого вот спокойного, органичного существования. Когда ничего этого не надо. Ничего этого не надо. Это здорово. Это так здорово. Это такой опыт. Ну, для меня, во всяком случае, такой вот внутренний актерский опыт, за который я очень благодарен Евгению Борисовичу и театру. Самому театру он физически так создан. Понимаете, вот это очень здорово, это прекрасно. О ролях тут даже говорить нечего. Что стоит только последнее, да? Да, вот недавно мы играли в женитьбу, яичницу. Ну, то есть самые разные, разнообразные, характерные, такие, сякие. То есть в этом смысле все в полном порядке. Ну, давайте перейдем к 35-летию. Наталья Юрьевна, как прошел юбилей? Довольны? В этом году юбилей прошел у нас в таком рабочем режиме, потому что мы как-то посчитали, причем чем ближе вот к юбилею, тем яснее становилось, что каких-то пышных торжеств в этом году мы делать не будем. Наверное, и не время. Я думаю, что еще будет у нас времена, когда мы именно вот пышно будем отмечать. 40 лет. Ну, почему 40 лет? Мы раньше по несколько раз в году у нас были и бенефисы, и юбилей спектаклей, а у нас спектакли долгоиграющие, поэтому у нас и сотые спектакли, и двухсотые, и 10 лет, и 20, и 30 лет спектакля. Мы отмечали, мы всегда рады вместе с зрителем отмечать наши маленькие и большие юбилеи. В этом году мы в рабочем режиме отметили премьерой, вот, и заодно и такой замечательный, вот, был у нас такой финальный залп празднества, посвященный Петру Первому, который весь год очень торжественно отмечался по всей стране. Вот, и мы как раз прям под занавес года успели захватить. Вы как раз, да, и сыграли в премьерном спектакле императрицу Екатерину Алексеевну. Наталья Юрьевна, скажите, пожалуйста, какая у вас получилась героиня? Вот, величавая, властная или все-таки добрая, нежная? Ну, какая получилась, это, наверное, судите страны зрителям, но для меня в этом спектакле Екатерина – это прежде всего женщина, это прежде всего женщина, и это прежде всего жена и соратник Петра. Вот, мне кажется, что она себя такой и чувствовала. Она ведь царствовала всего два года без Петра. И есть, конечно, разные мнения историков, но вот в версии Горина и в нашей версии не очень-то уж она хотела и царствовать. Вот, и все-таки главной для нее была эта вот соратница Петра, именно вот соратница. Вот, это та женщина, которая усмиряла его на своем плече, на своей груди, которая могла усмирять вот эту махину, вот этот вот совершенно необузданный, энергетический такой вот мощный очень человек. Вот, она могла его усмирять, одна из немногих, которая могла его усмирять, которая могла успокаивать его. Потушить гнев. Да, потушить гнев, опуздать. Хочет добавить Петру Первой. Нет, ну вы сыграли Петра в этом спектакле же, да? Ну да, вот нет, ну к тому, что говорила Наталья Юрьевна, он не даром говорит, что я отдаю всю власть своему другу и соратнику, дававшую мне силу в трудах и походах. То есть, значит, она обладала той способностью давать силу, давать энергию какую-то вот, оберегать и так далее. Вот, то есть, вот так вот, вот, это вот к тому, что вот... Вам удалось воплотить в роль достойного императора? Я тоже не могу этого сказать. Я не могу этого сказать, потому что прошло всего три премьерных спектакля. Вы поймите, что работа продолжается. Она же не закончилась на премьере, она продолжается. Процесс-то идет, идет, идет. Все больше и больше, я это знаю. Другое дело, я могу там сказать о каких-то вещах. Допустим, мы сразу отказались от портретного сходства, потому что, ну, я, это первый опыт, я никогда не играл исторических личностей. Ну, таких, у кого есть портреты, есть и так далее, но не довелось мне вот, да. И, конечно, это был вопрос номер один. А усы? А парик? А вот это? А вот это? А рост? А вот... И как-то Евгений Борисович меня успокоил и сказал, что не надо, не надо ничего этого, нужно просто быть убедительным, так сказать, как актер, и все будет. И как-то вот я успокоился, и мне кажется, что это было правильное решение. Ну, а во-вторых, Петр Алексеевич Романов тоже ведь у Горина не совсем тот Петр Алексеевич Романов, как мы привыкли там читать в исторических романах. Он несколько иной, он такой более человечный, он взят в каких-то очень бытовых, вот таких вот, допустим, взаимоотношениях с Катей, взаимоотношениях... Ну, конечно, самая большая боль его, я так понимаю, это, конечно, вот то, что он боится того, что без него, ну, растащит державу. Вот он, у него какое-то вот все время опасение по поводу того, что кому доверить, кому, кому оставить, кому. Вот это самый главный вопрос, потому что сыновей не было. Вот, одного в тюрьме кто-то, а другой умер еще маленьким. Поэтому вот все время стоит этот вопрос, это самый такой острый, болезненный, как я понимаю, для него вопрос. Ну и в силу вот этого всего, как уж все получилось, не мне судить, опять-таки, это судить зрителям, но судя по тем трем примерам, которые состоялись, я должен сказать, что зал, мне кажется, нас понимает. Зал нас понимает и принимает вот нашу версию всего, вот всей этой истории. И потом, при всей сложности и неоднозначности восприятия этого человека, как современниками, так и нами, все равно этот человек совершил великие дела. Он построил флот, он создал империю, он действительно подарил России моря, выход к морям. Ну, то есть, как бы там ни было, можно все, что угодно о нем говорить, что он и такой, и сакрап и такой. — Главная боль Петра и Екатерины. Дело в том, что вот действия пьесы — это последние дни, в общем-то, жизни Петра и вот чуть-чуть царствования Екатерины. Вот, поскольку все-таки эта пьеса не историческая, не вот прям историческим фактом она вот так прям точно следует. Вот, все-таки это художественное произведение. Вот, плюс Евгений Борисович немножко превоснес, да не немножко, а множко в эту пьесу, поэтому она называется «По мотивам Горина». Вот, поскольку Горин все-таки писал пьесу в 90-е годы, когда страна была другой, наша страна была другой. — Это чувствуется, да? — Это чувствуется. Зритель из театра открыл дверь и сопоставил, наверное, то, что он увидел, с тем, что сейчас происходит в мире, происходит у нас в стране. И вот эта боль Петра за Россию, она очень откликается у зрителей. И вот из тех отзывов, что мы успели услышать, прочитать в соцсетях, вот зрители благодарят именно за то, что вот такое вот настроение... — Что вот эта тема прозвучала, да. — Что вот эта тема прозвучала, да, вот боль за Россию. — За ее будущее. — За ее будущее. Вот эта патриотическая нотка, которую Евгений Борисович добавил. — Потому что, знаете, у Горина мало надежды в пьесе на что-либо хорошее. А мы не могли себе этого никак позволить, правда? — А вы знаете, я бы хотела сейчас спросить, какие еще бы актерские работы вот лично вы отметили в спектакле? — Вот в премьерном. — Ну, разумеется. — Ну, в премьерном, ну, конечно, это, ну вот, с моей точки зрения, это Роман Лексин, который играл Балакирева, главную роль, центральную роль. — Монс, 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 мне очень нравится. — Да, то есть, ну, в первую очередь, вот я бы Лексина бы отметила, потому что он, конечно, играет у нас центральной роли, но, наверное, вот такую роль впервые. И он очень хорошо справился, на мой взгляд, именно вот молодой человек такой, который лавирует, наверное, между таким цередворством и правдой, такой честностью. — Вот. — Ну, да, да. — Геннадий Андреевич, о вам забавно получил. — Мне, ну, я не могу сказать про Екатерину Алексеевну, потому что я с ней все время на сцене вдвоем, я ее оцениваю со стороны. А вот то, что я вижу со стороны, мне, например, очень нравится Монс в исполнении... — Володи Лоркина. — Володи Лоркина, да. Мне кажется, это какая-то очень такая тонкая, такая какая-то очень... И небольшая роль Сергеева, но мне с ним... Вот у нас есть сцена, в которой мне очень приятно с ним работать, которая играет Ягужинского, Алексея Сергеевна. — А я в одном очерке прочитала, что вот при зрительских симпатиях отдали бы Елене Остапенко, она мать сыграла, да? — Да, да. — То есть тоже яркая такая роль? — Да, хорошая, яркая, да. — Да, хорошая, яркая работа, да, да, да. — Ну что же, Анна... — Ну, тут уж... — Ну, на самом деле... — Театр-вкусовщина. — Ну, на самом деле получилось театральное полотно большое, то есть практически вся труппа участвует. И сказать, ну, отдать вот уж так сильно кому-то предпочтение, мне кажется, все сделали очень яркие. Вот так же, как и в Кавказском круге, у кого-то больше роль, у кого-то меньше роль. Вот, все яркие. Сергей Булатов работает ярко, Шапского. — Шапского, да. — Да, очень хорошо работает. Вот. И у нас там две актрисы работают, Дуню, эту невесту, и впоследствии жену Шута Балакирева. Вот. И обе играют очень, каждый по-своему, очень играют интересные. Катя Репин давно уже в трупе все-таки. И Ксения Дубни, которая второй сезон в театре, у нее очень забавная получилась Дуня, очень забавная Дуня. — Да, забавная, очень забавная Дуня. — Такая смешная, такая без этой. Да, нет, нет, хорошо. — Да, поэтому все и молодые актеры, и актеры маститы нашего театра, мне кажется, что все в этом спектакле. — Раскрылись особенно. Даже съемочная группа побывала на премьере, и давайте все вместе посмотрим этот замечательный сюжет. Он был выходцем из старинного дворянского рода, но его жизнь была непроста. Иван Балакирев служил Петру Первому, был отправлен в ссылку. После смерти император снова оказался при дворе, служил Екатерине Первой. Она оценила его юмор и зачислила Ивана в штат придворных шутов. За крамольные речи он привлекался тайной канцелярией, но императрица его неизменно спасала. Благодаря чему он и дожил до старости. На сцене театра «Самарская площадь» премьера спектакля «Шут Балакирев». Постановка, приуроченная к юбилею театра «Самарская площадь», которая отмечает 35 лет со дня создания, и к 350-летию со дня рождения великого реформатора Петра Первого. — Цитаты Петра Первого, мне кажется, не всегда будут злободневные, потому что, как он не старался вывести Россию в равные Европе, чтобы Европа принимала, а не просто на равных, а многому училась у нас, и как он считал, что у России есть чему учиться. И все равно по спирали время идет, наступает время, когда, тем не менее, идут нападки на Россию. Спектакль поставлен по пьесе Григория Горина «Шут Балакирев», но написана она была в 90-е, поэтому режиссер Евгений Дробышев отчего-то решил отказаться, но в то же время привнес много своего, чтобы спектакль был понятен современному зрителю. Актеры поют Баха, который жил примерно в то же время, что и Петр Первый, а также на сцене проходит военный парад. — Прошло время, и время изменилось кардинально. От времени полного упадка, когда страна была ведь на грани развала, до нашего времени, которое, наоборот, полно надежд. В принципе, Петровская эпоха – это как раз надежда, это даже где-то праздник, хотя тяжелый, да, трудный. И, тем не менее, страна изменилась резко, кардинально. — Ну что же, Наталья Юрьевна, конец года был насыщен гастролями и триумфами на фестивалях. Поделитесь, пожалуйста, с нашими телезрителями своими успехами. — Да, ну я при последнем, потому что полгода назад мы встречались в этой студии и рассказывали наши предыдущие и успехи, и заботы, и планы. И вот за последние месяцы буквально в октябре, где-то в конце октября, мы ездили в Ростов-на-Дону на всероссийский фестиваль «Русская комедия» со спектаклем «Чужая жена, муж под кроватью» и вернулись триумфом. То есть Владимир Лоркин получил лучшую мужскую роль, Анастасия Карпинская лучшую женскую роль, и Михаил Акаемов получил за сценическое остроумие специальный приз жюри. Вот, поэтому я очень рада именно этой победе, потому что этот спектакль по Достоевскому мы ставили на грант правительства Российской Федерации в год Достоевского. И в связи с тем, что годы тут у нас идут непростые, то пандемии, то еще что-то, не сразу как-то вот этот спектакль, не в первый год он получил такие вот серьезные оценки, как-то не удавалось нам его вывести на фестиваль. И тут мы вывезли на всероссийский фестиваль, и сразу с таким триумфом. И следом в ноябре у нас в Самаре проходил фестиваль «Русская классика. Страницы прозы», который проводит Софья Борисовна уже в четвертый раз, раз в два года. И там московское жюри, полностью 100% московское жюри, и этот же спектакль, поскольку он по страницам прозы сделан, получил гран-при. То есть, поэтому вот, наконец-то, этот спектакль... Стал приносить в театр... Да, по достоинству. Ну вот, чтобы понимать масштаб, как говорится, много конкурентов было, претендентов, вернее, вот на и гран-при, и на победу. Достаточно. Достаточно? Ну да, как обычно бывает на фестивалях. Ну, в Ростове это вообще очень большой фестиваль. Это очень большой фестиваль, да, он проходит в седьмой раз тоже, два раза, вернее, раз в два года. Вот, мы были там в одиннадцатом году со спектаклем «Роддом», и еще однажды были на этом фестивале со спектаклем «Олигарх». Да, и вот «Роддом» тогда тоже привез три награды, там, Евгений Борисович, и Михаил Акаенов, и Юлия Акаенов. А «Олигарх» тогда привез одну, там достаточно серьезная большая конкуренция. Да, и жюри тоже очень достаточно серьезная. Там прям вокруг сколько академических театров сидит. Для актеров, скажите, пожалуйста, важно принимать участие в фестивалях, ездить по различным городам, странам, тоже спасибо большое театру, смотреть «Чужой опыт», ну и, конечно, показывать соль. Ну, к сожалению, сейчас фестивали проходят так, что «Чужой опыт» мы не посмотрим. Да. К сожалению, время, видно, диктует, ну, все ограничены в каких-то, наверное, средствах. Это раньше фестиваль, если ты приезжаешь на фестиваль, то ты на нем присутствуешь от начала до конца. И каждый вечер проводятся актерские клубы, и всякие вот эти вот общения, и все это такое прочее. Сейчас, конечно, в этом смысле стало немножко как-то похуже. Но все равно, тем не менее, на фестивале ездить надо. Потому что это, во-первых, это, ну, как бы проверка собственных возможностей. Вот, конечно, я еще раз говорю, у нас... Не, ну, иногда бывает так, что приехал, и один-два спектакля ты посмотреть все-таки можешь. Можешь, вот как-то, ну, успеваешь. Вот. И, ну, самое главное, это, значит, не только других посмотреть, но и себя показать. И действительно, ведь зритель – это наш зритель. Он нас любит. Он нам прощает что-то. Он нам это... и так далее. То есть они приходят к себе как к себе домой. И поэтому они нам многое, может быть, прощают. Откуда мы знаем? Они приходят уже, там, кто-то посмотрит премьеру, а кто-то приходит на любимых актеров. Да, на любимых. У нас есть люди, которые на спектакли приходят по четыре, по пять раз на один и тот же. Правда, правда? Я была в роддоме семь. Вот, видите, ну, вот, видите. А там уже люди смотрят, те, которые нас не... У нас нет с ними прошлого, у нас нет с ними отношений никаких. Ну, и, конечно, разная реакция, да? Да, и, конечно же, реакция разная все. Но я должен сказать, что в Ростове нас все три раза, что касается зрителя, принимали просто прекрасно. Да. Просто прекрасно. Ну, и потом, опять-таки, на разных фестивалях разные жюри. Да, и жюри. И когда ты не зависишь от одного и того же жюри, как, допустим, вот, в родном городе, вот, зритель все время один и тот же, и жюри все время одно и то же. Вот. А то все равно, как ни крути, ведь есть, опять-таки, свои пристрастия. Ну, конечно. И что? Симпатия, да? Да. Свои симпатии. И антипатии. И антипатии. И никуда от этого не делаешь. Вот. И есть какие-то уже свои привычки, кто первый театр, кто не первый, и так далее, и так далее. Вот. Здесь все время разные жюри. И жюри солидные. Вот в Ростове-на-Дону в этом году, если я не ошибаюсь, Домогаров был председателем. Домогаров. Потому что я не ездила. Домогаров-домогаров. А вот перед этим мы когда ездили туда, был Костолевский. То есть там очень все серьезные. Нет, там серьезные все. И у Софьи Борисовны было тоже очень серьезные, столичные жюри. И потом и спектакль у нас просто хороший. Что греха таить, да? Да. Хороший, хороший. Давайте поговорим, пожалуйста, о ближайших планах. Что в перспективе, в ближайшие, ну вот до конца года, до конца сезона. Наталья Юрьевна, на что стоит прийти обязательно? На какой спектакль ваш театр? Ой. Ну, если уже из идущего репертуара, то, конечно же, безусловно, я всех приглашаю на премьеру. И ближайший премьер у нас 11 и 12 января. Это Шут Балакирев. Это стоит посмотреть, это нужно посмотреть. Ну, вообще у нас репертуар разнообразный. И я не могу делать какие-то... От современности до классики. От современности до классики. Все есть. И вот мы смотрим, даже вот сейчас на новогодние каникулы, мы показывали классику, и русскую классику, и женисьбу Гоголя, и Шекспира показывали, и современные показывали спектакли. Полные аншлаги по два раза в день. То есть 16 спектаклей за новогодние каникулы. Вот сегодня девятый, у актеров выходной. А за 8 дней 16 раз сыграно спектакли. Это аншлаги. И очень приятно смотреть, читать отзывы, когда, казалось бы, женисьба Гоголя, который у нас идет уже много сезонов, а зрители только еще открывают для себя этот спектакль. Кто-то пришел по второму, по третьему разу получать удовольствие, уже зная этот спектакль, а кто-то только для себя открыл этот спектакль. И радует, особенно, конечно, хорошо, когда радуется молодежь, что вот они открыли для себя нескучную классику. И про наш театр часто я такое слышу, что у них классика нескучная. Вот к ним, и на Чехова можно идти, у них и Чехов нескучный. Островский прост, но Островский это действительно лидер правхата. У нас и правда хорошо, и счастье лучше. И олигарх, и, в общем, спектакль, и «Богатые невесты», которые будут сразу после 13-го числа. То есть 11-го, 12-го у нас продолжение премьеры. Да, это и наш предыдущий премьер. Предыдущий премьер, то есть «Богатые невесты». Ну, а что касается, над чем мы будем работать, хотя, конечно, театр вещь такая, что заранее раскрывать все секреты не всегда мы любим. Но, тем не менее, сейчас ведутся переговоры с Искандером Сакаевым. Это очень известный сейчас режиссер, Золотомасочник. С ним мы, если все будет в порядке, будем работать впервые. Это тоже режиссер из Питера, как-то мы тяготеем в последнее время. Да, то есть мы работали с Романом Гаврио, а потом с Александром Кладько. Вот сейчас, если получится, с Сакаевым. Говорим с ним о Мольере. Но пока еще точно не оговорили название. Тут по нескольким причинам. Да, потому что всегда еще желание режиссера, тем более режиссера приезжего, оно должно еще совпать с нашими, так сказать, возможностями. И я хочу вам пожелать, чтобы обязательно все получилось. Спасибо вам большое, уважаемые гости. Спасибо всем, кто был сегодня с нами. Ну и что же, и в итоге мне хочется, конечно же, сказать. Идите в театр Самарской площади, и вы действительно получите удовольствие. Всего хорошего. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин